Коллеги, всем привет! Сегодня у нас будет две новинки. Одна из них пушечный лак старый-старый у Леклер я его пробовал в Москве полгода назад на обучении. Наконец-то он приехал к нам в Украину. Я думаю с поставками будет все нормально и мы будем работать этим лаком. В чем его интерес? Это бюджетнейший лак это материал компании Леклер это не какой-то там контро-факт палитура все на банке как положено это уровня, я так понимаю мегалака. То есть это его собрат, может быть даже постарше с обычным ХС-ным отвердосом пропорции 2 к 1 и сейчас я буду использовать медленный разбавитель 742 потому что жарко в камере 33 градуса а так вообще обычный стандартный 741 10-15% двухслойный первый слой полный закрытый 10-15 минут и второй слой полный закрытый что мне в нем понравилось классно быстро сохнет хорошая шагрень с блеском на выходе за свои бабки чем он интересен? мне, чтобы показать его вам с целью применения в гараже чисто из-за того, что он очень хорошо по скорости закрывается наполняки я думаю будет его тяжело не успеете перепылы будут на элементах но единичные элементы расставленные в разброс по гаражу проблемы отлачить не составит никакой и еще одна новинка ко мне вчера приезжал технолог компании 3M с самой структурой этого наждака я уже знаком в плане он вышел в том году уже такие появились но теперь появились 320, 400, 600 и 800 то чего не было я не знаю как давно они появились но мне их вот только сейчас дали на пробу на попробовать и мне он чем интересен это работа в камере в принципе чем я обычно работаю в камере на подтирке сарин это колокс 600 600, 800 и 400 если нужно 400 редко в основном вот 600 в ходу я думаю все у меня видели это Asilex попробуем сейчас этот наждак в подготовке пацаны уже 320, 400 заценили говорят блин реально круто я попробую и здесь для подтирания какого-то микросора и скажу свое мнение относительно этого наждака этот плотнее этот более мягкий сам по себе как наждак пробуем вот есть у меня ворсиночка в плане подтирания так чтобы можно было ее затереть в ноль само собой затирается хорошо проблем никаких я обычно еще пробегаюсь так наждаком по верхам просто проверяю может быть где-то что-то зацепится то есть вручную искать я их уже перестал вот видно контур чуть-чуть проступает эта старая лакокрасочная которая неудобно дочищать торца пацаны оставили оно как бы нормально держится оно заводское но видите небольшой контурок дает то есть надо подтирать и в этих случаях вполне себе лучше это делать липкой салфеткой не бумажная вполне себе работает плотненько лежит не скользит так есть на что обратить внимание посмотрим на сколько у меня его хватит я или на стримах или в каком-то из видео скажу реально сколько он у меня один этот листик отработает потому что листочки сами по себе не дешевые скажу откровенно цена его пугает но длительность работы заявлена приличная ну что теперь переберемся к лачку у меня там все открашено а я разведу побольше чтобы так сказать ни в чем себе не отказывать два к одному сейчас доработаю старый отвердос дабы не выкидывать баночку два к одному и 10 процентов медленного потому что в камере упало чуть до 32 но все равно это уже жарко поэтому надо применять медленные разбавители 10 процентов и заходим в камеру сейчас перемешаем дадим ему минутку постоять настояться красивый прозрачный никакой мути я бы даже сказал в нем не желтизна а какая-то да нету отсвечивает от стенки он белый нормальный прозрачный хотел сказать синева в нем полиполистирола отсвечивает и по стандарту моему любимому стандарту VSCO DUSA 1.5 Black Mamba Limited Edition но это ни на что не влияет короче VSCO 1.5 сейчас открутил 3.5 оборота довлячок 1.8 больше не надо может даже меньше сделаю первый глянец минут так 8-10 пощупаем его тут и второй будет идти полный глянец 2.5 2.5 2.5 Зимней 3.5 2.5 6 6 7 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да ты что, да ты что. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что могу сказать. По розливу, вы знаете, огонь. Вот приятный. Да, он полноценный двухслойник. Но, в сути дела, это не меняет. За эту цену, за эти бабки, так сказать. Хорошие тапки, вы знаете. Конечно, на этом не все. Мы не заканчиваем. У нас еще будет полировка. Потому что тут есть пару соринок. Посмотрим, как он после полного высыхания через сутки себе покажет. Посмотрим его на улице, на солнышке. Под лампами, под фонарями. Ну, пока что. Вполне себе простейший. Самое, что в нем прикольное, он просто как тапки-миллионники. Справиться может любой. Что мне понравилось в его позиционировании на обучение, что это реально лак для новичков. Он дуракоустойчивый. Его испортить сложно. Он плохо поддается к потеку. То есть на нем хорошо учиться. Да и выход у него по общему качеству обещается хороший. Ну, разливается то, как он разливается. Мне нравится. Красивая шагренька. Это через мокрый по-мокрому налито. Пока что найс. Так, ну что, продолжим по гольфу. Сейчас подотрем пару соринок. Попробуем, как он полируется. Есть тут чуть-чуть. Есть накурестую помощь. Есть тут чуть-чуть. Есть тут чуть-чуть. Теперь двушечкой дотрем То есть тер на бруске полторашкой Вручную полторашкой И сейчас двушкой Ковоксом дотираем Тер полторашкой, потому что сарины не крупные Иногда бывает, что и 800 надо тернуть Очень новенькая попробуем Я тут купил ради прикола Титановскую машинку на пробу Она там чуть больше 100 долларов стоит Пацаны уже попробовали Эксцентрик здесь 21 мм Говорят, блин, реально круто Капот полировали Но вибрация прям на руки большая Сейчас я заценю Чего да как Такая бандура Я думаю, на бампере Будет ей не совсем удобно Я заценю гореть прилично ход эксцентрика 21 сантиметра его телепает она нагревает гораздо быстрее чем пятнашка давайте вытрем посмотрим прикольный лачок на полируется вообще с одного раза это хорошо так сейчас дотру там и выгоним на улицу посмотрим на него но полируется он прям очень хорошо давайте еще сделаем вот так то есть моим уж что-то может типа и остаться редко но бывает что не до полировал вычищаешь и видно что-то это в основном ультра х с и себя так проявляют х сах такого не видать не все вытерлась все вытерла за 2 секунды по 103 еще взял картек все наши до полировой мы смотрим на результат так что у нас имеется это у нас бюджетный килочок 3 единички растекся полирнулся блестит хорошо это у нас не бюджетный килочок то есть по блеску разницы нет никакой понятно что когда-то там со временем так или иначе из-за того что это обычный х с простой там лет через пять блеску не будет отличаться но изначальный выход и удобства работы особенно для новичков многие задают вопрос а как вот так чтоб не потеков на цепле это лаки отчасти это и ваши руки но от большей части это еще лаки есть те которые текучие есть те которые попробую еще пустить их потек вот это один из них что для новичков он подходит то есть на нем научиться на нем подрасти под вырасти и потом уже переходить на вот такие лаки то есть уровень могут дать они для этих дел нареканий к самому лаку пока что у меня нет никаких будем смотреть что с ним будет дальше всем пока